В своем курсе я подробно рассказываю, как заливать и делать идеальный ровный фон. Посмотрите, чтобы научиться делать такой фон, нужно все-таки научиться правильно делать глазурь и правильно заливать. Я взяла самое сложное, это снежинка. По всему периметру, когда вы обходите какой-то кусочек и вам нужно сделать поворот, вы цепляетесь за пряник, касаетесь его, прямо делаете такое фиксирующее касание, вот так и поворачиваете. Коснулись и поворачиваем дальше. То есть вы должны в этом месте зафиксировать глазурь, потому что она тянется за кончиком пакета и может просто в этом месте у вас пойти за ним и не зафиксироваться на поверхности. Вот так и так. Ровные поверхности, просто форму пряника, какого-нибудь фигурки проще залить. Снежинка сложнее тем, что у нее очень много изгибов. Изгибы все эти мы можем повторять, делая вот такой глубоко зашли и пошли назад. Тогда получаются вот эти четкие линии. Теперь, когда мы сделали контур, мы начинаем заливать. Начинаем. Первый ряд я делаю вдоль контура. Он еще влажный и за счет того, что я сразу возле него заливаю глазурь, они естественным образом между собой соединяются. Когда поверхность пряника достаточно большая, глазурь я делаю более жидкую. Во-первых, при этом расход ее меньше, толщина слоя меньше и процесс быстрее. Жидкая глазурь быстрее распределяется, лучше разравнивается. И если вам сложно, вы начинаете. Начните с жидкой глазури. Начинайте с нее. Работать с густой я научилась со временем. Делаю вот такое движение. Вот она идеально ровная получилась. Здесь чуть-чуть у меня контур сошел. Можно его вот так боковым движением аккуратно снять. Пока поверхность влажная, все это можно исправить сразу. Таким движением мы аккуратно выравниваем неровности. Все, снежинку мы залили. Глазурь сохнет долго. Вот эта глазурь будет сохнуть до утра. Никак иначе. В духовке вы можете раскочегарить духовку, но результата не добьетесь. Весь смысл скорости создания пряников это то, что они должны подсыхать. И на это выходит очень много времени. Когда мы заливаем пряник, начинает схватываться верхний слой глазури. Он очень хрупкий. Если вы начнете резко двигать пряник, поворачивать, брать в руки, он еще мягкий, то на глазури появляются такие мелкие трещины. Это не очень красиво, особенно если это мордочка, лицо. В общем, такая очень лицевая деталь. Поэтому двигаем мы глазурь вот так, ровно по поверхности.